добрый день друзья меня зовут александр я приветствую вас на корпоративном канале компания свой фундамент компании которая на протяжении многих лет уже занимается производством и монтажом свайно-винтовых фундаментов речь в сегодняшнем видеосюжете пойдет о свайно-винтовом фундаменте но не в ленинградской области как это обычно вы наблюдали на своих экранах а речь пойдет о монтаже достаточно сложного свайно-винтового фундамента необычного скажем так на территории ростовской области это азовский район в устье реки дон все нюансы особенности и сложности с которыми столкнулись сотрудники нашей компании при монтаже данного фундамента вам расскажет официальный представитель нашей компании по южному федеральному округу прошу любить и жаловать добрый день меня зовут тимур я приветствую вас на корпоративном канале компания свой фундамент за моей спиной вы видите дом из клееного бруса который стоит на фундаменте из винтовых свай он интересен тем что высота фундамента на нем более трех метров о том как мы строили этот фундамент с какими сложностями столкнулись какие задачи ставил перед нами заказчик и как мы с ними справились смотрите дальше в этом ролике более подробно в июне прошлого года 2015 к нам поступила заявка на расчет этого свайно-винтового фундамента изначально его высота планировалось порядка двух с половиной метров но в процессе его проектирования разработки заказчик попросил эту длину увеличить поймой высоты фундамента основным пожеланием заказчика было то что под домом должно быть как можно меньше свай для чего для того чтобы можно было использовать вот такую высоту фундамента еще и как беседку то чтобы площадь под домом не было не было пустой и бесполезной сложной задачи заключалась еще и в том что дом достаточно тяжелый это не сип панель это не каркасный дом это дом из клееного бруса и вертикальные нагрузки которые он создает для вот этого фундамента составляют более 60 тонн здесь в качестве опор были использованы винтовые сваи диаметром 108 миллиметров общая длина этих свай 8 с половиной метров они уходят в грунт более чем на пять метров а если бы точно на пять с половиной это обусловлено тем что участок на котором построили этот дом находится на самом берегу реки и постоянный постоянно гуляет горизонт грунтовых вод и сами грунты что вот основное да что важно и сами грунты очень слабые плотные грунты начинаются это суглинки глина начинаются на глубине от четырех с половиной пяти метров при проектировании этого фундамента мы должны были пойма весовых нагрузок которые создает дому честь еще и ветровые нагрузки дело в том что вот этот участок он расположен по сути на острове и в осенне зимний период особенно здесь бывают очень сильные ветра и именно вот этим и обусловлено то количество укосин и швеллера которым обвязана вся конструкция при монтаже данного фундамента мы столкнулись с такой проблемой что на глубине метр двадцать метр тридцать неручным способом монтажа не при использовании специальной техники нам не удалось не удавалось сваю закрутить глубже хотя у нас было на руках предварительное исследование грунта которое заказчикам проводилось самостоятельно сторонней организации около трех лет назад как мы вышли из этой ситуации какое решение было принято сначала были высверлены в грунте отверстия диаметром 400 миллиметров глубиной до полутора метров только после этого нам удалось погрузить свои на расчетную глубину процесс монтажа протекал следующим образом свои здесь общая длина формирует сформированных трех частей сначала была закручена своя длиной 3 метра после она с использованием соединительных муфт была наращена далее она закручивалась еще на получается два с половиной метра после также наращивалась и уже это получалось непосредственно то стойка ну которую вы сейчас ведь также с использованием соединительных мофт для чего это делалось закручивать свою длиной 8 9 метров принципе возможно техника и такой монтаж осуществляется довольно часто но здесь был немаловажный нюанс свои должны были стоять и они сейчас вы как видите стоят практически идеально если говорить в данном случае о отклонении от вертикальной оси при монтаже своей цельной очень сложно иногда это по сути нереально сделать так чтобы свая ну скажем так не погнуть буровая машина просто напросто закручиваю и может одним неосторожным движением ее погнуть а таким образом такой процедуре мы по сути идеальную вертикальную ось выставили и все свои закручены не погнутыми не наклоненными и так далее что еще важно при использовании соединительных муфт вот здесь муфты использованы из трубы диаметром 121 миллиметр она четко садится вообще плотно садится на винтовую сваю 108 миллиметров здесь они обварены с двух сторон и также обвариваются внутри это придает этому именно соединению этому узлу такую жесткость которая ну очень часто превышает жесткость самой не посредственно свои здесь мы использовали в качестве обвязки три вида этого проката первое это швеллер марки 10p которым обвязаны наружные стены данного сооружения второе здесь в качестве диагональных укосин и используется швеллер марки 8p у кого-то возникнет вопрос при просмотре этого видео почему в качестве диагональных укосин здесь использован швеллер а не уголок как делается обычно все очень просто помимо функции придать конструкции дополнительную жесткость здесь нужно было еще сделать так чтобы смотрелась конструкция эстетически а если бы мы здесь использовали в качестве обвязки уголок то вот в этом узле нужно было бы варить металлическую пластину примерно вот так и представьте как бы она выглядела это смотрелось бы но не как какая-то беседка как непонятно что поэтому было принято решение использовать вот такое технологическое решение здесь один швеллер идет цельно а другой швеллер вот таким образом то есть трех сторон швом стыкуется на него то есть вот эти две укосины они и выполняют свою функцию как усилителя скажем так придают жесткость своем не дают и покачиваться так и эстетически смотрятся достаточно неплохо хочу также обратить внимание на то каким образом здесь выполнена вязка вот нижняя например и диагональные укосины здесь изначально были приварены косынки то есть металл приварен не просто в стык такие достаточно мощные косынки толщиной металла 6 миллиметров и уже на них в одной точке стыкуется и швеллер сукосины и швеллер который идет в распор наверху также приварены косынки толщиной металла тоже 6 миллиметров но меньшего размера отдельно хочу обратить внимание на то каким образом выполнена верхняя обвязка мы ведем речь о металлической обвязки в данном случае у нас здесь использован швеллер марки 16 п и как я уже по моему говорил это двутавровая балка марки 18 b1 для чего двутавр для чего швеллер почему что как первое вот здесь вот этот ряд свай который проходит под несущей стеной и вот этот ряд свай который проходит тоже под несущей стеной они обязаны швеллером на них сверху лежит двутавровая балка здесь ширина пролета 4,6 метра применение вот этой двутавровой балки позволило нам создать под домом пространство вообще без свай то есть без запор порядка 30 квадратных метров здесь 7,6 здесь 4,6 7,6 на 4,6 получается под домом площадка также хочу обратить внимание вот сюда вот на вот этот швеллер который как вы видите он проходит здесь сверху двутавровой балки идет туда поперечно можно было при проектировании там при монтаже использовать двутавровые балки положить их до конца мы приняли немного другое решение вон ту крайнюю обвязку сделали и вот те два угла до вот этих свай мы сделали обрезали их немного выше а если бы точно на 18 сантиметров которые соответствуют высоте двутавровой балки и уже вместо двутавровых балок на тех пролетах приварили швеллер это сэкономило нашему заказчику порядка 30 35 тысяч рублей наверняка кто-то заметил что вот здесь двутавровая балка не доходит до края швеллера там отступ около пяти шести сантиметров это сделано для того что здесь заказчикам планировалось дополнительная обшивка потолка то есть помимо самого чернового пола но подшивки подшивки пола снизу планировалось еще какая-то декоративная ну а девочная обшивкой поэтому мы вот эти зазор по большому счету получился зазор мы его оставили туда вне положили до конца зазор оставили на швеллере чтобы вот здесь можно было все это обшить и облицевать непосредственно в один уровень также хочу обратить внимание на то насколько проходит двутавровая балка над вот этими своими то есть расхождение в размерах практически нет несмотря на высоту три метра это говорит о том что при монтаже свайного поля отклонения от расчетных размеров были совсем минимальными и углы наклона свай тоже по сути ничтожными потому что на такой высоте если бы здесь снизу было там допустим два-три градуса то три градуса даже которые допускаются при монтаже свайно-винтовых фундаментов на верху на трех метров это дало бы такое отклонение что половина сваи торчало бы за пределы той же глутавровой балки которые вы здесь видите наверняка у кого-то возникнет вопрос почему это видео не было выложено сразу в ноябре в декабре прошлого года все очень просто после того как мы сделали фундамент сразу же тут компания которая монтировала собирала этот дом приступила к работе его закончили если мне память не изменяет под новый год после этого погодные условия не позволяли нам просто-напросто сюда проехать а хотелось выложить и показать ролик уже с готовым домом чтобы наглядно было видно просто стоящий стал бы именно было понятно и как выглядит дом как еще как 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 можно использовать винтовые сваи не только в зонах подтопления как вот этот участок но и принципе у себя на любом дачном участке если территория участка ограниченная узко ограниченная хочется пространство использовать с максимальной эффективностью при монтаже этого объекта мы старались максимально учесть все пожелания нашего заказчика конструкция но основное да повторюсь это сделать конструкцию максимально жесткой чтобы дом стоял много лет уверенно безо всяких покачиваний и возможных подвижек второе максимально на целесообразно эффективно использовать то пространство которое будет под домом ну и вот принципе все вот это основные две позиции которые мы должны были выполнить думаю мы с ними неплохо справились но еще попросим нашего заказчика точнее заказчицу дать оценку той работе которую мы проводили сегодня к сожалению не было возможности приехать на этот объект если у вас возникнет потребность либо желание либо и потребность и желание с возможностью монтажа вот подобного рода конструкции поднять дом на вот такую высоту обращайтесь компанию свой фундамент наши телефоны и адрес сайта вы видите на своем экране у нас большой опыт монтажа подобных сооружений более сложных чем это постараемся сделаем все от нас возможное чтобы воплотить ваши пожелания требующуюся вам конструкцию в жизнь с вами был тимур компания свой фундамент до новых встреч пока